Продолжение следует... 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 А нам доводится проводить эти же реформы, ведомя войну против одной из самых сильных милитарных потухов мира. И это нас ставит в певное особое положение, и это для нас особо важный вызов. Но тем не менее, мы пытаемся реформы, которые мы задекларировали и на Майдане, которые мы вместе решили проводить в Украине, проводить быстро и, несмотря на то, насколько активными есть боевые действия на Сходе. Я хочу вам напомнить, что мы провели за час агрессии выборы президента, выборы в Верховную Раду Украины, выборы в городе, в городе. И всем мире эти выборы были названы как демократичные. Это был наш очень большой вызов, когда нас пробовали загнать в такую нишу, когда мы, ведомя милитарные действия, отставили все наши демократические процедуры, но мы тогда четко сказали, что того мы не допустимы, что, несмотря на военные действия, Украина будет идти шляхом демократии, развития и реформы. Поскольку реформы происходят, я еще раз наголошу на этом, фактически у всех сферах общественного жизни, они, напевно, не настолько быстро, как того бы хотелось бы нам проходить, и как бы хотелось бы нашим захватным партнерам. И мы часто слышим докорин от наших партнеров про то, что не так быстро идут реформи. Особенно в сферах борьбы с корупцией. Но я хотел бы проинформировать только шляховано, что нам уже было сделано в том или ином направлении. В частности, в вопросе борьбы с корупцией, я вам напоминаю, что не больше корупциейной сферой, которая была в Украине, это была сфера газовых отношений с Россией. У нас в Украине был такой жарт, что это бизнес президентов и премьеров. Величезная количество корупциейных, непрозорых махинаций происходило в этой сфере газовой. И снова таки, хочу вам поведомить, что этого года никакого кубометра газа не было взято от Российской Федерации. Весь газ мы отримуем через наш захидный корон. И все наши угодки происходят в максимально прозорном европейском стиле. И в этой сфере, которая была наиболее корупциейной в нашей стране, она фактически ликвидирована. И не существует той большой корупциейной яме, которая преследовала Украинскую государство все 25 лет. Теж хочу вам сказать, что благодаря, в первую очередь, и парламенту, у нас было принято законодательство антикорупциейное. Напевно, одна из самых больших прогрессивных в Европе. Мы приняли закон про открытые реестры всех дач закупил, про открытые реестры майна чиновников. И до этой информации имеют доступ на сегодня будь-який гражданин. Это не только были приняты законы. Эти законы уже втянуты в жизнь. Эти реестры уже существуют. Нами были приняты законы и уже начали действовать антикорупционное бюро, антикорупционная прокуратура. Причем, создание этих органов произошло по повной процедуре демократичной европейского уровня. Причем, создание этих органов.